Всем привет, меня зовут Юля и добро пожаловать ко мне на канал. А сегодня я хочу поделиться с вами моей большой-большой радостью, я бы даже сказала моей прелестью, это палетка Анастасии Беверли Хиллз Нарвина. Я уже давно смотрела на эту палетку, я облизывалась, когда смотрела все обзоры на эту палетку. Я очень-очень хотела ее приобрести и ура, наконец-то она у меня. И я ни капельки не пожалела о том, что я ее купила и потратила целую кучу денег, но она действительно того стоит. И сегодняшний макияж, собственно, мы выполняли при помощи этой палетки прямо с вами в видео, так что если вам интересно, то продолжайте смотреть, а мы поехали. Немножечко слов о самой упаковке. Сама палетка выглядит, как всегда, просто сногсшибательно, дизайн минималистичный, дизайн симпатичный. И упаковка выполнена из бархата, к которому, конечно же, все прилипает и все лезет, особенно если у вас есть какие-то домашние животные. Будьте готовы к тому, что их шерсть в любом случае будет сюда налипать первым же делом, но, в общем-то, и черт бы с ней. Сзади только есть небольшое отличие, раньше были вот эти этикетки на всю заднюю поверхность, сейчас же здесь такая маленькая этикеточка. Ну, в общем-то, кто смотрит вообще на заднюю сторону, не лично по барабану, что там. Посмотрите теперь, как эти тени выглядят внутри. Здесь два ряда, нижний ряд это матовые оттенки, верхний ряд это уже глиттерные оттенки. Вы посмотрите, какие они потрясающие. Да, это не совсем фиолетовая палетка, то есть здесь больше бронзовых цветов, больше розовых цветов, нежели чем фиолетовых. Но, согласитесь, мы с вами и не делаем фиолетовые макияжи на каждый день, на работу, еще куда-то. То есть фиолетовый цвет, он более такой, не совсем нужный, я бы даже сказала, в обычной жизни. Поэтому то, сколько здесь фиолетовых цветов, этого, в принципе, нам, думаю, вполне достаточно. Цвета просто потрясающие. Я не могу оторвать от них глаз, они настолько классные, они настолько завораживают. В общем, это просто-просто-просто потрясающие цвета. Мы с вами давайте сейчас приступим к нанесению этому макияжу и к свечу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Итак, я уже заколола волосы и я нанесу оттенок бейс на все веко, чтобы закрепить базу. Что я сейчас уже вижу, так это то, что оттенок бейс немного пылит. Но это, в общем-то, не страшно, потому что тени от Анастасии, в принципе, отличаются тем, что они немножечко пылят. Так что не страшно. Дальше я возьму оттенок Инсенс и начну им оформлять складку века. И он тоже очень-очень пылит. Но за то, что я могу уже отметить, он очень пигментированный и он очень легко тушуется. То есть я только-только порвожу кисточкой по веку, как он уже сам нанесся и практически сам растушевался. Дальше я попробую смешать два оттенка. Это Инсенс и Лав, чтобы получить чуть больше такой пыльно-розовый. И также продублирую его на складке и на нижнем веке. Вау, ребят, это очень красиво. Это очень такой деликатный пыльно-розовый. Такой розовый, знаете, не поросячь розовый. Но получается очень красивый эффект на глазах. Ой, как же они полетели тут мне прямо в глаза. Ребят, чтобы избегать той ситуации, какую я сейчас, если вам тени попадают прямо в глаза, вот эти вот осыпашки летящие, то вы просто берете и затряхиваете эту кисть сначала вот так вот несколько раз, а потом еще желательно об руку. Вы только посмотрите, какая красота. Они так легко наносятся, они так легко тушуются, они так пигментированы. Я уже готова петь оды, любовные оды этой палетки. Ну что, я дальше возьму оттенок Volatile и попробую им чуть-чуть затемнить внешний уголок глаза. И этот же оттенок я немножко продублирую на нижнем веке. Дальше я возьму оттенок Passion и, собственно, тоже еще раз пройдусь по внешнему уголку. Вау, ребят, такой бордовый и красивый цвет, такой глубокий. Это просто нереально. И этот же оттенок я тоже чуть-чуть продублирую на нижнем веке. И я хочу еще совсем чуть-чуть, совсем маленькую капельку добавить оттенка Drama прямо на самый-самый-самый внешний уголок. Что ж, выходит просто нереально красиво такая красно-коричнево-бордовая гамма. Но эта гамма, она такая невульгарная, но при этом она очень так смотрится сейчас благородно, я бы даже сказала. Единственное, что я замечаю, то что темный оттеночек немножечко осыпался под глаза. Темный это, я так понимаю, что у нас осыпался чуть-чуть Drama, наверное, или Passion. Ну, в общем, что-то у нас чуть-чуть осыпалось, поэтому мы это смахнем. А тем временем я очень-очень-очень хочу залезть все-таки в оттенок Celestial и нанести его на все век. В общем, с сухим способом этот оттенок практически на глаза не передается. Влажной кистью, в общем-то, он тоже как-то не особо хорошо пока работает. Когда я смотрела обзоры на эту палетку, оттенок Celestial прямо-таки у Tati, например, или уже у других, просто вот они наносят его влажным способом. Этот оттенок прям такой ярко-ярко пигментированный, прямо сам перепрыгивает им навеки. Но посмотрите, что по факту это не так. Я нанесла влажным способом, так же, как показывали они в своих видео, и пока что я не вижу такой цветопередачи бешеной, как это было у них. Возможно, там кто-то что-то приврал, возможно, я не знаю, в чем дело, ребят, вы понимаете? Давайте попробуем еще раз. Дальше я хочу чуть-чуть добавить оттенка Rose Gold на центр века. Вот оттенок Rose Gold, кстати, вот прямо-таки я бы даже сказала, он сам перепрыгивает ко мне на кисть. Ну что, ребят, дальше я вам предлагаю взять немножечко оттенка Summer и нанести его на внутренний уголок глаза. Дальше я хочу взять оттенок Dazzling и нанести его на нижнее веко, вот сюда. Этот оттенок уже чуть-чуть менее пигментированный, и он хуже передается на глаза. И я все-таки хочу еще залезть в оттенок Dreamer и его тоже куда-нибудь нанести. Ааа, опять глаза! Так, дальше я хочу еще раз чуть-чуть нанести оттенок Celestial, чтобы он у нас был чуть более ярко выраженный. И будем заканчивать. Возьму, пожалуй, оттенок Eccentric. Сейчас я прокрашу слизистую карандашом черным от Maybelline Master Drama. И сейчас я еще заодно накрашу ресницы. Ну что ж, ребят, достаточно много теней осыпалось мне под глаза. Я вот сейчас вижу то, что у меня есть еще эти осыпашечки чуть-чуть темные на носу, которые не убираются сейчас вот так вот кисточкой. Поэтому я, пожалуй, пройдусь еще по этой зоне тональным кремом и консилером. И вернусь к вам. Итак, вот такой макияж у нас вышел с тенями Анастасия Беврили Хиллс Нарвина. По-моему, эффект просто бомбический и потрясающий. Это очень-очень классный макияж, очень классные тени. И несмотря на то, что у них есть кое-какие огрехи, о которых мы сейчас поговорим, собственно, мне все равно эта палетка понравилась. Чем же она мне понравилась? Во-первых, бешеная пигментация. Практически у всех оттенков, в особенности матовых, они все очень-очень-очень-очень-очень пигментированные. Они сами легко перепрыгивают на кисть, кисти сами перепрыгивают на глаза, сами наносятся, сами тушуются и при этом выглядят обалденно. В общем, пользоваться ими одно удовольствие. Единственное минус, то, что они осыпаются немножечко и пылят. Да, особенно темные. Свет, пыльотенки у меня не осыпались. Например, бейс, инсенс, они не осыпались. А вот пэшн, по-моему, у меня чуть-чуть осыпался. В общем, все. Я не пробовала здесь, получается, только оттенок Love и Soul. Но мы их еще как-нибудь попробуем. В общем, остальные оттенки из нижнего ряда мне очень понравились. Про верхний ряд. Верхний ряд уже более сложная тема, потому что мы здесь использовали оттенок Celestial, на который, собственно, когда вы смотрите, и падает глаз. И всегда хочется залезть именно в него и посмотреть, а что же с ним. И, в общем-то, самый-самый бомбический цвет, который должен был быть в этой палетке, вышел на самом деле так себе. Вышел он так себе, потому что он нифига не передается на глаза. То есть, наносишь его сухой кистью, не помогает. Наносишь влажным способом, тоже не помогает. В общем, надо его долго-долго наслаивать, чтобы добиться именно такого оттенка. И то он получается не с блёсточками, а просто такой вот фиолетово-блестящий, и всё. В общем, оттенок Celestial меня разочаровал. Оттенок Dazzling, он тоже не очень сильно пигментированный. Он отдаётся на глаза уже, да. Но при этом никакого эффекта вау по факту нет. Вот оттенок Rose Gold, это прямо бомба. Он очень кремовый, он действительно сам перепрыгивает на кисть, он отлично наносится, он очень пигментированный и очень классно выглядит на глазах. То есть, это тот оттенок, который вы всегда можете взять, и, в общем-то, вы не проиграете, потому что это действительно классный оттенок. С ним просто невозможно натворить какой-нибудь фигни. Также мы пробовали оттенок Sama. Он, да, он такой золотистенький, он светленький, он неплохо выглядит на внутреннем уголке глаза, но ничего особенного. В общем, надо его ещё попробовать использовать как-нибудь на всё веко. Я думаю, он может даже будет нам круче. Но в целом, как бы, оттенок тоже очень классный и не создает такой фигни, как Celestial. И оттенок Dreamer, он вообще потрясающий тоже. Он очень классный выглядит на нужных уголках. Его также можно использовать как хайлайтер. В общем, это действительно, ну, оттенок огонь. И, собственно, давайте сейчас ещё нанесём этот самый Dreamer под брови. Чё-то я забыла об этом совсем. Вау! Вау! Какой же красивый перелив он тут даёт! Вау! В общем, ребят, палетка очень классная. И несмотря на все минусы, которые я перечислила, она мне всё равно безумно нравится. Я в щенячьем восторге от этой палетки, от этих цветов, от этой передачи, от этой растушёвки. Это просто божественно и великолепно. И любой, любой бьюти-маньяк всё равно будет рад этой палетке. Даже если у вас есть Modern Renaissance. Даже если у вас есть Soft Glam. Даже если у вас есть и другие палетки. Я уверена, вы всё равно, если приобретёте эту, вы не пожалеете. И вы будете так же, как и я, в щенячем. Просто, блин, в восторге. Вот так. Ну что, ребят, спасибо большое, что досмотрели это видео до конца. Надеюсь, вам так же понравилась эта палетка, как и мне. Если вам понравилось это видео, ставьте, пожалуйста, лайк. Поддержите меня. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. И всем пока-пока. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok